Здесь надо понять, что мы преследуем, какую цель. В некоторых случаях трава кипятится, в некоторых заваривается. Здесь в некоторых, скажем, только холодное извлечение. И мы говорим, какие травы только холодным извлечением. Не все активные вещества, скажем, у нас инактивируются при кипячении, а есть те, которые, наоборот, открываются. Для примера, смотрите, как Вас зовут? Виктор. Виктор, очень приятно. Вот та рука наша. Долгое время нельзя заливать холодной водой. Вот это было, вот тут, вот так. Потому что, нет, пожалуйста, заливайте кипятком, делайте, но там другие качества будут полученные, другие вещества. Но если хотите противовирусное действие, то заливайте только чуть теплой водой, но не кипятком. И вот мы делаем исследование. Я беру и кипячу 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20, 25, это экспозиция. И вот везу это все в сумке, в холодильнике, в институт. Все отгоняют, все это проверяют. Звонит профессор и говорит, сидишь или стоишь. Я говорю, что такое? 30 минут экспозиция, палочка в кухне. Я говорю, что это дубильное вещество, которое раскрывается при высокой температуре. Типа галовая кислота или что-то еще. Потому что мы привыкли, что дубильное вещество, это дубит, и вот шкурки делают хрупкими, да, обычно, и можно передубить. И для клеток это, наверное, плохо, как бы бывает, если думаем. Дубильное вещество, дубильная рознь. Потому что бывает еще и так, что часть дубильных веществ просто необходима жизненно в наших клетках для укрепления клеточных мембра. Мыть. А какая-то часть именно, видите, как растворяет даже восковые молочки. Так что это уже мы с вами как раз и разбираем. Где, когда, в каких случаях лучше делать. А бывает еще так, что человек худенький и с одним заболеванием, здесь уже восточная медицина включается, дает нам подспорье такое. И принцип ветра, как мы говорим, холодный, переводя на русский язык, он перевозбужден в человеке. Нам необходимо порвновесить, да, это состояние, вывести из этого крайнего состояния теоретический организм. Мы эту траву не будем заваривать, мы ее покипятим. Мы будем ее варить определенное количество времени. А другому мы дадим заваривание. Понимаете, как? Еще и вот эти моменты бывают. Но главное, начните. Движитесь в море, а там будет все хорошо.